Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Алена Винницкая. Здравствуйте! И начнем, как говорится, с вопроса редакции. Алена, знаем, что у вас был недавно юбилей творческий, десятилетие. Как прошло празднование? Хороший вопрос. Мы, кстати, так и не отпраздновали ваше десятилетие. Должным образом хотели сделать большой концерт, но даже не знаю, с чем это можно связать. Может быть, с нестабильными событиями в стране как-то так не получилось. Поэтому я думаю, что десятилетие можно праздновать всегда, если ты его не отпраздновал. Поэтому в 2014 году что-нибудь такое обязательно. Будет празднование одиннадцатилетия? Нет, как раз отпразднуем именно десятилетие. Я думаю, что можно сделать будет и так. Спасибо большое. Давайте начнем с вопросов. Здравствуйте, Алена. У меня к тебе три вопроса, пишет Анна Соболева. Постарайтесь на них ответить только, если можно честно. Какой у вас рост? Какой размер ноги? Правда ли, что размер ноги маленький? Я, кстати, ознакомилась с вопросами. Это не первый вопрос насчет моего размера ноги. Я не знаю, откуда взялась такая информация о том, что у меня маленький размер ноги. У меня, увы, не маленький размер ноги. У меня тридцать девятый размер, рост у меня сто семьдесят один сантиметр. Ответила честно. Спасибо за честный ответ. Здравствуйте, Алена, пишет. Вы прекрасная женщина. У вас можно и нужно брать пример. Хотелось бы узнать, как у вас складывается соотношение на шоу «Хочу Виагру». Тяжело ли было с девочками работать? Получили ли удовольствие от работы с ними? Две самые прекрасные наставницы были вы и Надя. Спасибо большое. Хочу сказать, что шоу, конечно, масштабное и требовало много, скажем, энергии внутренней. Потому что все смотрели, все оценивали. То есть четыре страны транслировали. И, конечно, было непросто. Но я считаю, что мне повезло с девчонками. У меня были замечательные девчонки. Я передаю вам огромный привет, если вы сейчас меня смотрите, да и потом как-нибудь найдете наше общение в интернете. Девочки меня просто вдохновляли. Я получила большое удовольствие. И с Надей пообщалась просто от души, поскольку мы с Надей в хороших отношениях. И я испытываю к ней максимально теплые очень чувства. Поэтому все, мне кажется, получилось даже лучше, чем я предполагал. И вот к этому же вопросу задает Ирина Ященко. Если бы на шоу вам предложили выбрать любых трех девочек вообще из своего проекта, не считая Дианы, Юрия и Марии, кого бы вы выбрали? Ну, там было из кого выбирать, нужно сказать, что действительно девчонки были все. Не могу даже сказать, что кто-то был менее талантлив, кто-то более. Все были интересны, потому что это же были сливки уже. Это уже был отбор из тысяч девочек. И по большому счету я бы с легкостью могла бы поработать с любыми, со всеми этими девчонками. Но поскольку все внимание мое было сразу приковано к моей тройке, поскольку как-то так очень быстро мы их выбрали, я как-то на них сконцентрировалась и даже, знаете, не думала о том, как бы я могла бы поработать с кем-то другим. Хотя вот Юлия Лавута, которая попала уже в самом конце к нам, и она работала с Аней Седаковой, тоже никаких проблем с ней. Талантливый человек, вот когда люди талантливые, когда не надо им разжевывать, начинать с нуля, то есть они, в общем-то, поющие, танцующие, и особых проблем там никаких у меня не возникало с ними. Ну, а характер? Характер есть у каждого, свой характер. Не все могут и со мной работать. И вообще творческие люди, люди странные, со своими тараганами в голове, поэтому здесь главное расслабиться и просто воспринимать людей такими, какие они есть. Спасибо за ответ. Еще в продолжение этого вопроса, если бы вам предложили продюсировать Диану и Марии, вы бы обязались? Ну, я бы могла бы, наверное, да. Могла бы продюсировать их, если бы у меня были ресурсы, там, скажем, потому что я на данный момент я не обладаю такими ресурсами, чтобы вот продвигать кого-то на рынке, там, даже просто, просто даже украинском. То есть я могу быть, скажем, сопродюсером и могу быть творческим каким-то продюсером, который может написать песню, скажем так, снять клип и так далее. А девочки мои очень и очень интересные. Мне очень хочется, чтобы у них все получилось в творческой жизни. Вот. Я очень надеюсь на то, что кто-то обязательно обратит на них внимание. Ну, прежде всего, конечно, фортуна и судьба. Спасибо. Вопрос от Дениса. Здравствуйте, Алена. Как Вы считаете, насколько Ваша внешность повлияла на Вашу карьеру? И за что Вас больше ценят? Талант или красоту? Я думаю, внешность повлияла, безусловно, вообще внешность для любого артиста, актера, телеведущего, имеет очень серьезные... Ну, это база. Прежде всего Вас встречают подюжки, как говорится, то есть Вас оценивают внешне. Если за этой внешностью ничего не стоит, то шансов мало, потому что, конечно, ни в одной внешности дело. Если к этой внешности еще плюсуются какие-то таланты, то это только плюс. Я думаю, что да, моя внешность сыграла большую роль еще когда-то, давно, еще 14 лет назад, когда я пришла на телевидение, и, безусловно, меня выбрали, наверное, все-таки прежде всего за мою внешность, потому что тогда у меня профессиональных навыков практически не было никаких. Было просто желание, и были какие-то азы, там, не знаю, базы, профессионалы себя, конечно, не могу назвать так. Что да, и вообще для женщины внешность имеет огромное значение. Увы или ах, не знаю. Все же внешность. Геана Кошкина спрашивает. Здравствуйте, дорогая Алена, Вы прекрасная женщина. У Вас можно и нужно брать пример. Вы зачитаете повторение до вопроса, на которые мы уже с Вами ответили. Так, вопрос от Светланы. На каком языке Вам привычно все говорить? На украинском или на русском? На русском, конечно, мне привычнее говорить, но я прекрасно знаю украинский язык, и я не просто его знаю, я просто люблю украинский язык. Я очень люблю людей, которые грамотно, хорошо и красиво говорят на украинском языке. У меня даже был такой небольшой опыт, я написала два текста на украинском языке, это сразу вдогонку, как бы, тем моим слушателям, которые часто задают мне вопрос о том, почему я не пишу на украинском языке песни. Вот у меня было два таких варианта. Я, кстати, единственный человек в Украине, который написал текст, украинский текст на песню «Summer time», когда участвовал в проекте. Причем это не перевод, а это исключительно мой текст, это Кулыскова, да, так вышла украинская Кулыскова, потому что это и Е Кулыскова в оригинале. Вот, еще у меня был там тоже небольшой опыт. Ну, я просто считаю, что украинским языком я, к сожалению, владею хуже, чем русским, поэтому пока что не чувствую в себе силы написать какой-то очень красивый украинский текст, очень, вот такой, за который мне не было бы стыдно. То есть написать какой-то элементарный, я тебя люблю, ты бы налюбишь, и все-таки, а так это же кожный нож. Так что пока что останусь при своем. Давайте поговорим о новом альбоме, возможно, о новом туре по Украине. Это самая такая трогательная для меня тема, о новом альбоме, поскольку никак не может он выйти в свет, в свет, и уже много песен к нему написано, и уже много лет мои фэны, дорогие, любимые, которые меня поддерживают столько лет, ждут новый альбом. Ну, не хочется бы мучить этот альбом, как бы из себя эти песни откуда-то вот просто, мне кажется, выдавливать. Потому что у меня, я вам честно признаюсь, вот тем ребятам, которые сейчас меня слушают и видят, те, кто знает меня, кто слушает мою музыку уже много лет, лежат у меня дома песни, лежат. Ну, не могу я их опубликовать, не могу. Может быть, когда-нибудь даже у меня возникнет такая идея и показать вам их, они вам не понравятся, ну, серьезно говорю. Ну, вот был такой период, когда писалось, но писалось не то, что мне хотелось бы. Может быть, я перфекционист такой сама по натуре, и мне хочется, чтобы все песни были идеальны, на мой взгляд. Вот, поэтому я их откладываю. Эти песни пишутся, я их откладываю, 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 потом появляется какая-то песня, которая, я считаю, что да, она может войти в альбом. И эти песни вы сами слышите, они сейчас существуют в эфире, то есть вот последние две новые песни, о которых мы еще поговорим. Так что будет, ребята, альбом. А тур, конечно, хотелось бы тур по Украине в поддержку нового альбома, но я думаю, что в любом случае тур можно сделать и со старыми песнями. Хорошо, что если будет тур, какие города вот точно будут в этом туре? Ну, все миллионники, безусловно, да, потому что, ну, вот так принято, естественно, ездить в самые крупные города. А из маленьких городов? Ну, из маленьких городов. Какие маленькие города? Ну, суммы, да, можно назвать, то есть тоже мы там были. Ну, вообще, я на самом деле за 13 лет побывала во всех практически городах. Я была в таких местах, где GPS уже не показывал дорогу. То есть мы путешествуем автобусом, и просто полная потеря дороги. Вот в таких местах мы были, куда вообще артисты практически не заглядывают. Вот, и я своими глазами всю свою страну вижу, я знаю, какие у нас дороги, я знаю, какие у нас города, и эти все села, поселки. То есть все это проходит у меня перед глазами. И мне, конечно, по большому счету, хочется заглянуть вот везде, побывать. Потому что, ну, я знаю, что очень многим, у многих нет возможности добраться до больших городов, чтобы поехать, побывать на концерты. Вот, я сама меломан, я знаю, как это круто сходить на концерты. То есть я сама езжу по всему миру именно с целью попасть на концерты. Там, того или другого артиста. Поэтому я хочу сказать, что большое у меня есть такое желание побывать во всех городах, где вы есть, но как судьба сложится, так получится. Тур будет, это я вам обещаю. Вот, как говорится, навеяла вы меломан. На каких концертах вы были последние полгода? Что впечатлило? Ну, конечно, это фирменные исполнители. Всегда хочется попасть на, когда к нам приезжают. Кстати, слава богу, у нас что-то произошло, какое-то чудо. И к нам, наконец-то, начали чаще приезжать артисты зарубежные. Ну, из концертов, который меня вот впечатлил больше всего, это концерт, на который я ездила в Венгрию, в Будапешт. Там выступала моя любимая группа, называется D.I.D. Это датская группа и европейская группа. Я два раза была в Португалии у них на концерте. И вот мне удалось побывать в Венгрии. И даже удалось с ними сфотографироваться. То есть, представляете, да? Вот я могу себе представить, как многие из вас хотели бы, может быть, со мной сфотографироваться на концерте. Вот я испытываю такие же чувства к моим любимым артистам. Поэтому никогда не отказываю в фото на своих концертах. Огромное спасибо за ответ. Спрашивают из Москвы. Алена, будет ли у вас концерт в Москве, возможно, в ближайшее время? Ну, это тоже больная тема. Это у меня... Вообще, Россия, Москва, Петербург, который тоже любимейший город. И там фан-клуб замечательный. Вот недавно в ноябре, в октябре, если я не ошибаюсь, у меня была встреча с фанами в Киеве. И которую мы очень давно не делали. То есть, собирались-собирались. Вот, наконец-то мы собрались. И приехали ребята из Питера. Это там самые-самые первые мои фэны, которые еще 10 лет назад, когда я ушла из Виагры, вот они меня поддерживали. И, собственно говоря, в Питере был сделан первый сайт, мой неофициальный сайт Алены Винницкой, исключительно силами фэнов. И мне это было очень приятно. Я знаю, что меня ждут в Питере, я знаю, что меня ждут вообще во многих российских городах. Но пока что у меня, как видите, не получается с российским рынком. Это долгая история, наверное, не буду ей рассказывать. Просто я к этому стремлюсь и надеюсь, что все получится. Спасибо. Ну, давайте, наверное, перейдем к вопросу вот о песне «Подари» и саундтреку, как она у себя. Да, это такая песня получилась, очень красивая песня, замечательная песня. И вот она вошла, осталась он треком к сериалу «Сашка» на телеканале «Украина». Мне очень хочется снять на нее отдельный видеоряд, потому что мне кажется, что она просто требует видеоряда. И поклонники требуют. И поклонники требуют, и что меня больше всего, конечно, тронуло, просто практически до слез, то, что она очень быстро в интернете начала завоевывать свои позиции. То есть как-то так вот неожиданно, я даже сама, собственно говоря, этот момент не отследила. И вот только сама недавно узнала, что оказывается уже много людей ее слышали. И что она очень нравится. Могу сказать только, что с 14 февраля, с дня всех влюбленных, она выйдет в радиоэфир. И я очень надеюсь, что мы снимем на нее очень красивое видео, потому что эта песня достойна внимания. Я обычно так о своих песнях скромнее говорю, но эта песня, собственно, очень хорошая. А вот по песням просто. Как она падала с саундтреком, как она стала саундтреком в сериал? Ну, это, кстати, не первая песня моя, которая становится саундтреком, правда, к сериалу. Первый раз обычным художественным фильмом. Так вот меня заметили, ну что ж, я могу сказать. Что мне приятно, что люди, которые занимаются... То есть уже знали песню, да, слышали? Нет, знали, знают люди, те люди, которые снимают сериалы, которые работают на телевидении, занимаются этим. Они знают, что... знают мое творчество. И просто мне поступило предложение, есть ли у меня какая-то новая, совершенно новая песня, которую еще никто не слышал, которая, возможно, могла бы стать саундтреком. Мы предложили эту песню. Еще совершенно в сыром виде она была не сведена, она была... Это была демозапись, что вот меня просто поразило, что вот даже в этом сыром виде она произвела впечатление, и ее тут же забрали, вот, за что тоже огромное спасибо. Телеканал «Украина-Украина». Спасибо. Спрашивает Ди. Алена, вы лучшая, ваши песни просто превосходны, каждая песня имеет смысл, выполнена эмоциями. Расскажите, пожалуйста, как ты проводишь свободное время? Много люб, тебя друзей? И что для тебя значит слово «друг»? И еще вопрос, как ты относишься к своим фанатам? Тебе важно ли их мнение? Спасибо за приятные слова в мой адрес. Время я провожу по-разному, естественно. Иногда я люблю побыть в одиночестве. Вообще, на самом деле, очень люблю побыть дома одна. Потому что именно в эти моменты у меня рождаются песни, я начинаю активно что-то писать, потому что если дома кто-то находится, я не могу вообще работать, не получается. Поэтому у меня творческий процесс связан с отдыхом. Я, как ни странно, отдыхаю в этот момент. Конечно же, я люблю друзей, конечно, я люблю собраться с друзьями, я живу за городом, и поэтому все дружеские посиделки, как вы понимаете, они теперь все чаще проходят у меня дома, потому что свежий воздух, природа, дом. Все стремятся ко мне попасть в гости, и я всегда всех рада видеть. Друзей у меня, на самом деле, не очень много, я не могу похвастаться каким-то огромным количеством друзей. Много знакомых, приятных людей, которых мне приятно видеть. Но вот именно дружественный гостяк достаточно узкий такой круг людей. Вот, и что-то там еще будет, видите. По поводу фанатов, как вы относитесь к фанатам? Ну, фэны... Важно ли мнение? Ну, конечно, важно. Конечно, мне важно мнение. И не только мнение. Потому что фэны, мои фэны, по крайней мере, те, которые уже давно со мной, это люди, которые меня поддерживают. У меня были очень разные времена за эти 13 лет. Были не очень, скажем, радостные. И только благодаря фэнам мне удалось как-то просто находить в себе силы, продолжать и что-то делать. Вот, поэтому я обожаю вас, мои дорогие фэны. Огромное спасибо. Кстати, хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас за те чудные подарки новогодние на день рождения, которые вы мне в этом году в очередной раз предоставили. Вот, все это греет мне сердце. И я не знаю даже, что бы было без вас. Все же это делается для вас, конечно. Какой самый приятный подарок? Или вот самый изуминающийся, необычный подарок? Ой, ну, об этом я могу говорить долго, потому что все подарки каждый год просто необыкновенные. Я, правда, то есть очень много, много всего. И самое интересное, что это все хендмейт, это все не просто где-то куплено и подарено, а это целые разработки. То есть это пазлы, там, по мотивам Симпсонов, только это Винсоны, например, там, к примеру. Вот, это эксклюзивные часы, там, АВ, Алена Винницкая, которые у меня есть. Вот, последний подарок был совершенно трогательный. Это очень большая фотография из клипа. Виноград, то есть большая такая инсталляция, которая просто испещрена очень-очень-очень мелким шрифтом все тексты моих песен, вот, прямо сверху на этой фотографии. То есть это светильники с моим изображением. Потом совершенно невероятный подарок, который вот хранится у меня дома. Обычно подарки ваши я храню в офисе, чтобы журналисты могли тоже прийти посмотреть. Но этот подарок хранится. Это такие вот, это китайские звенящие трубочки. Вот, и на каждой трубочке написано название песен всех практически. Ну, вы понимаете. И я могу перечислять дальше, потому что очень много всего. Вот, и каждый подарок – это просто что-то необыкновенное, потрясающее. Вот, в этот раз мне подарили зеркало, например, тоже с логотипом Алена Винницкая, тоже ручной работы, чтобы я почаще смотрела в зеркало. Она улыбалась. Ну, как можно на это реагировать? Конечно, это фантастика. Супер вообще. Иван и Коняк спрашивают. Добрый день, Алена. Ваша работа с группой «Киев Электро» гуляет славяне бесподобно. Где вы так научились стрелять глазами? Вы знаете, я вообще-то по поводу этой работы очень редко слышу положительных отзывов. Обычно была, я помню, когда вышел этот клип, была сплошная критика. То есть 90% это была критика. Алена, что ты делаешь с этими уродами? Что это вообще за песня? Это не в твоём стиле вообще? Что за «Гуляй славяне» и так далее? То есть это был, конечно, такой чёрный период в жизни. Поэтому мне приятно, что кому-то всё-таки это нравится. Это значит, что у вас хорошее чувство юмора. Потому что эту песню нельзя воспринимать просто так серьёзно. Это юмор, это смешно, это должно людей веселить. И поэтому, собственно, работать было легко. Но стрелять глазами, мне кажется, умеет любая женщина. Вот это не сложно. Вопрос от Эстера. Здравствуйте, Алена. Вы, конечно, красотка, но я хочу вас спросить, любите ли вы покушать? Тортики, пирожное, мороженое любите? Я спрашиваю, потому что как вы умудряетесь такую фигурку держать столько лет? Как вам сказать? Ну да, я вообще люблю, конечно, сладкое. Но я предпочитаю больше шоколад, наверное, чем торты. Шоколад, шоколадные конфеты. Мне тоже нравится. Я уже около трёх лет как поменяла своё отношение к питанию. Я не могу это назвать диетой. Это такой образ жизни. Совсем другой взгляд просто на продукты. И по мере того, как я продвигалась в этом своём новом видении, очень многие вопросы отпали сами по себе. То есть я перестала быть, скажем, гурманом, который очень сильно любит покушать. Потому что не знаю, как бы у меня там всё само перестроилось в организме. Я к еде отношусь очень спокойно. То есть я могу не есть, предположим, достаточно долгое время. Я вообще мечтаю не есть, дорогие мои друзья. Я мечтаю быть солнцеедом. Я когда читаю про людей, которые питаются солнцем, я просто завидую им, потому что еда отвлекает меня вообще от всего. Я понимаю, а только мне надо что-то сделать. А, надо же покушать точно. Так, занимает время. Или надо что-то приготовить. Опять-таки занимает время. Но хочу сказать, что я очень люблю фрукты и зелень. И вот всякие всевозможные овощи. Это то, что мне приносит истинное наслаждение. Всевозможные салаты. Вот. Это да, это я очень люблю. Спасибо. А как относитесь к мясу? Вообще любостей? Я к мясу отношусь спокойно, скажем так. Я не вегетарианец. В том плане, что я ем птицу. Птичье мясо, назовем это так. Но ем его крайне редко. То есть я, у меня идет питание, там скажем, ем я птицу в несколько раз в неделю. Не то, что там в день. Там, сегодня вот ем птицу. И ем рыбу, но я не ем никаких млекопитающих. Я не ем животных, которые кормят молоко. Это у меня такая позиция мани, дезотеренчатся к нему. Спасибо большое. Пишет вам Маруся 5.1. Алена, привет. Мне очень нравишься ты. Для себя я открыла твое творчество всего лишь год назад. Все твои песни превосходны. Хочу задать тебе вопросы. Во сколько лет ты сделала себе татуировку? Кто стабида на нее? Ну, татуировку я сделала, я уже не помню, сколько мне было лет, но я работала на пистелли, тогда была телеведущей. Это я помню очень хорошо. Ну, то есть мне было 20 с чем-то лет. Вот. Ну, сподвигло. Что меня могло сподвигнуть, когда я выросла на рок-музыке? То есть все мои кумиры, мужчины, которыми я восхищалась, это были люди, испещренные татуировками. Все мои друзья уже имели татуировки. Мой супруг тоже, уже у него было несколько татуировок, и один из моих друзей, близких, это человек, который делает татуировки. То есть все дороги, все пути просто вели к тому, что нужно было сделать татуировку. И вообще восхищаюсь этой эстетикой. Если это сделано очень хорошим мастером, то меня это очень привлекает. Особенно татуировки на мужских телах. И так вот, собственно, очень быстро я решилась на этот шаг. Татуировка моя, она, как выглядело, это слово из головы, то есть, ну, можно сказать, уникальная. То есть это не просто там рисунок взят с журнала. Вот. Мы ее сами разрабатывали вместе с мастером, сами ее нарисовали. Вот. Сами ее сделали. Могу сказать, что мне было очень больно, я плакала, когда мне дали татуировку. Вот. И нисколько об этом не жалею. Буквально несколько лет назад я пробила ее заново новой краской, потому что начала терять. Обновить. Да, немножко ее обновила, потому что в то время, когда я ее делала, это была ужасная краска. И это была непрофессиональная машинка тогда. Вот. С трудом можно было найти. Вот. Это было больше 10 лет назад, было в красном, лет 13 назад. Вот. И, собственно говоря, я мечтаю еще сделать татуировку, но муж ей позволяет. Спасибо за ответ. Вопрос от Андрея Мастерок. Привет, Алена. Скажи, пожалуйста, собираешься ли ты спеть с кем-нибудь дуэтом? Я заметил, что ты себя не особо практикуешь, как остальные. В чем причина этого? Да, я не особо практикую. У меня было два дуэта, точнее, можно сказать, три. Это, конечно же, «Осень золотая» с Алексеем Большим, это «Тумба-Буги» с Георгием Делеевым и совместная песня с «Киев-Электр». Это уже дуэтом не назовешь, это такое трио. Вот. И все эти люди, это не просто так люди, это люди, которые мне близки по духу, это люди, которых я очень люблю, уважаю их как творческих людей. Для меня это очень важно. То есть это не просто коммерческие какие-то хода, прописанные, заранее продуманные. Хотя в этом тоже нет ничего плохого. Дуэты это всегда интересно для слушателей и для зрителя. Просто на данный момент я пока что не могу назвать кого-то из украинских, даже, предположим, артистов, с которыми мне хотелось бы сделать что-то совместное. Хотя есть очень много моих коллег именно по украинскому шоу-бизнесу, которых я уважаю, очень люблю и с ними бы с удовольствием спела. Ну, как-то пока что никаких ни с кем не было договоренностей. Я мечтаю еще об одном дуэте с Жорой Делеевым. Это правда, и мы об этом постоянно при каждой встрече рассуждаем. Но пока что, как видите, еще не придумали тему. Потому что Жора человек необычный и надо все продумать до мелочей, что это будет. То есть, это должно быть что-то такое необычное. И материал должен быть необычный, да? И материал должен быть необычный, да, потому что это должно быть что-то актерское, что-то в стиле «Думба Буги», где можно разгуляться, где можно снять смешной такой маленький мини-фильм, где можно перевоплотиться в кого-то. То есть не просто там Алена Яицкая, а как Алена Линецкая, Жора Делиев, как Жора Делиев. Хотелось бы влезть в какую-то другую школу. Спасибо за ответ. Спрашивают еще Рома. Алена, а какой из песенных реалити-шоу в Украине вам больше импонирует? И как вы считаете, есть ли в них дух? Знаете, я к своему стыду не посмотрела от начала до конца ни одно песенное реалити-шоу. Я знаю, что они существуют. Я периодически смотрю какими-то урывками. Я знаю, что я к две крапли очень даже неплохое, интересное, действительно интересное шоу. И необычное, которое можно смотреть. Я думаю, что во всех этих шоу, безусловно, есть смысл, во всех. Потому что люди любят смотреть на артистов в необычных ситуациях. И если это песенные шоу, в которых участвуют молодые исполнители, то это тогда еще больше пользу этих шоу, потому что молодые начинающие артисты могут себя как-то проявить и себя как-то показать. Поэтому я, в принципе, двумя руками за подобное шоу. И сама участвовала, собственно. Поэтому, да будет так, скажем так. Спасибо большое, Леонид. Так. У нас тут пару вопросов от молодого читателя Костянчик. Привет, Леона. Хочется побольше новых песен типа «Куклы», больше «Рока» и «Драйва». Жаль, что ты не работаешь уже в этом стиле. Будет ли клип на песню «Небо»? Хочется услышать ее рок-версию. Хочется услышать рок-версию песни «Иди и победи». Вот так вот. Такой вот Костянчик. Ну, как вам сказать, мне приятно, что вам нравится то, что было сделано ранее. Вот. Но мне хочется экспериментировать. Мне хочется делать что-то еще, что-то пробовать, какие-то другие музыкальные направления. Вот. И по большому счету, все равно то, что я делаю, это все равно пуп-рок. То есть это не в чистом виде попса, но это, конечно же, и не стопроцентный рок. Вот. И сейчас те эксперименты, которые я провожу над собой и над своими песнями, они мне нравятся. То есть мне хочется вот то, что вы, например, слышите в песне «Он», предположим. Это музыка танцевальная, это музыка модная. И мне кажется, что артист не должен стоять на месте, он должен пробовать, надойти вообще-то в ногу со временем. Я очень стараюсь, чтобы все те слушатели, которые увлекались моим ранним творчеством, чтобы они не были разочарованы моим новым творчеством. Мне просто хочется вас немножко вот развернуть в другую сторону, и чтобы вы начали слушать вот то, что я делаю, потому что я, в любом случае, я не делаю плохую музыку. Никогда у меня не будет плохого текста, по крайней мере, потому что, ну, так вот, не пишутся вот такие просто поверхностные какие-то там глупые тексты. Вот получаются вот такие, какие получаются. Вот. Песня «Куклы», ну что ж, вот есть песня «Куклы», вот, будут новые песни. Песня «Небо», она и сделана в поп-рок стиле, если вы ее слышали как бы в оригинале. Я просто не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите. Может быть, вы имели в виду акустический вариант, когда вы слышали, и вы не слышали просто оригинально. Если вы послушаете, то это исключительно, как бы, такая поп-рок-версия. Вот, и, ну, собственно, давайте будем, да. Иди и победи. Да, кстати, по поводу песни «Иди и победи». Мне тоже интересно, что вас привлекла эта песня. Эта песня была написана для программы «Вместе против рака груди». Уже я четвертый год являюсь официальным послом в Украине этой программы. И я написала гимн для этой программы, который каждый раз, один раз в год, я ее официально исполняю в центре города, на Майдане Дезаложнице, когда все собираются. Вот, эта песня, она принадлежит, ее права на эту песню принадлежат компании «Эйвен». Вот, и ее можно найти в интернете, то есть вы можете зайти на сайт официальный и найти ссылку на эту песню. То есть для прослушивания ее нельзя скачать, ее можно прослушать. Мне кажется, что она максимально в поп-рок стиле изображена, так что я думаю, ну куда же ее еще тяжелее делать, наверное, все-таки не стоит. Но мне приятно, что вы каким-то образом знаете о ней, потому что это не распиаренная песня, эта песня достаточно. Так вот, для узкого круга людей, и мне многие слышали, у нас с вами, вам нравится, мне приятно. Продолжение, Костянчик, он продолжает. Костянчик. Предлагаю съездить в тур по Украине с темой «Десять лет от рассвета». До заката. Был у меня неоднократно на ваших концертах, последний раз в Бритянске. Я отгадывал все твои композиции, которые должны были звучать. Правда, ты показал рукой на другого молодого человека, который, с удовлетворением, глянул на меня и убежал. А я думаю, блин, это же самый преданный поклонник. А ты показал рукой на другого, аж заревиновал. Хочу спросить, планируется ли клик на песню «Небо»? Вот же было, а также выход альбома. Что с песней, со словами «Время, где была любовь» и когда ждать нам все это? Сказано, что песня «Время, где была любовь». Я просто не совсем сейчас понимаю, откуда Костянчик знает про эту песню. Эта песня находится вообще как раз в разработке, есть демозаписи этой песни. Какую у нас Костянчик? Я прекрасно, да. Я же сейчас немножко так ошарашена, потому что эта песня действительно... Те, кого она любила, помнят лишь только, видят в ней лишь ремесло, но она ведь не забыла «Время, где была любовь». Но эта песня, мы ее не выкладывали, по-моему, никуда. Выкладывали? Да, когда Валька приняется, и ты набивал на «Мошен». Ну, то есть ее официально, вот ее сейчас в интернете ее нет. Ее не может быть, потому что это исключительно демозапись. Но вы знаете, Костянчик, вы действительно настоящий фэн, раз вы знаете даже про такие... Может, вы знаете еще про тексты недописанные, которые лежат у меня дома. Поэтому песня эта будет... Мы обязательно к ней тоже вернемся, то есть она пока что ждет своего часа. Будем ли мы снимать клип на песню «Небо» я не знаю пока что, потому что у меня сейчас как бы мне хочется снять клип на песню «Подари». Вот она сейчас для меня как бы очень актуальна, и хочется вот на ней, но на песню «Небо» пока что еще. Я не уверена в этом. Вот. И вообще огромное вам, Костя, спасибо за ваше искреннее внимание к моей персоне. Спасибо. Костя, спасибо. Вопрос от Таши. Здравствуйте, Алена. Часто ли вы совершаете поездки в город? И нравится ли вам парк Феофания? Я часто совершаю поездки в город, потому что я все время куда-то выезжаю. Как видите, сейчас я тоже нахожусь в городе. Вот. И это уже второе мероприятие за сегодняшний день. Так что я выезжаю практически раза три-четыре в неделю в городе Бруа. Вот. Да я, собственно говоря, не так уж и далеко живу. Я живу, конечно, за городом, считается как бы официально, но на самом деле это самая ближайшая точка. Это на карте три километра всего лишь от Киева. И практически я нахожусь постоянно в городе. Феофания – это парк, который находится рядом со мной. Я там живу. Вот. И к собственному стыду, хочу сказать, что еще ни разу там не была. Вот. Вот как только начнется весна, я тут же сразу и поеду туда на велосипеде. Велосипедный, потому что… Да. Я совершаю там у себя велосипедные прогулки. Я для себя сделала такое открытие. Это тоже для меня такая новость, честно говоря. Потому что в детстве, как бы вы ни смеялись, я не каталась на велосипеде. Я никогда не каталась на велосипеде. И научилась только несколько лет назад. Это было очень смешно. Доросый человек учится кататься на велосипеде. Да, при том, что у меня два велосипеда вообще как бы в семье. И вот теперь я катаюсь на велосипеде и получаю массу удовольствия. Ну, только не сейчас, конечно, не знаю. А какой вот еще? Шипованный велосипед. Еще можно у тебя видеть спорта или до отдыха. Вот еще предпочитаете? Я вообще люблю активно отдыхать. Вот лыжи, это единственное, что мне не дается вообще никак. Я просто много очень лет старалась стать на лыжи. Я 10 лет подряд, это у нас семейная такая традиция, вот 10 лет подряд мы отправляемся в Карпаты сразу после Нового года. Потому что Сергей, мой муж и продюсер, он заядлый лыжник, и он катается прекрасно. Среди моих друзей все практически катаются. Кто сноубордист, кто лыжник, и только я. 10 лет на детской горке, меня уже там все знают, вот пытаюсь освоить лыжи. Почему-то вот все то, что привязано к ногам, не работает. Вот в моем случае. Вот. И как-то вот лыжный спорт мне не дался. Ну, я просто дышу свежим воздухом, хожу в лыжном костюме, делаю вид, что я лыжник. Вот. Даже коньки, которые тоже никогда у меня в детстве не было коньков. И опять же таки в Буковеле, вот по просьбе Сергея, вот я одела коньки, и у меня и то получилось. Я стала кататься на коньках. А вот лыжи, ну никак, ну это какая-то трагедия. Я решила, что я все, прекращаю с этим делом. Я вообще люблю активно отдыхать, путешествовать, ходить, много смотреть. Вот я люблю велосипед. Вот. Я не люблю пляжный отдых. Такой целый день лежать на пляжах, где мне это грустно. А, да, автомобиль и путешествия. Вы что, вы будете? Ой, я не вожу автомобиль, у меня даже нет прав. Да, 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 я понимаю, я прямо вижу сейчас ваше выражение ваших лиц, потому что все в шоке, когда они об этом слышат. Вот. С автомобилем не сложилось, но я путешествую на автомобиле с супругом, где мы только с ним не были на автомобиле. Мы и всю Украину исколесили. Ну, самые главные, важные там наши украинские курорты, это, естественно, Карпат и Крым всегда на автомобиле. Вот. И ездили за границу на автомобиле. Вот. И очень любим вообще автомобили. Такие поездки длительные. Как раз вот Анастасия Видницкая спрашивает. И тебе там собираетесь ехать в Валенсию отдыхать? Ой, ну, конечно, хотелось бы. Испания, Валенсия. Быть там у них сейчас тоже там не все просто. Вот. Каталонцы против испанцев, испанцы против каталонцев. Собираюсь. У меня там живет подруга, 14 лет она там живет. И этим летом я ее навещала. И мне очень понравилось. В Валенсии вообще понравилось. В Испании. Вот. Если будет такая возможность, обязательно поеду. Вот. И вообще, я вообще, вообще всегда собираюсь поехать куда-то за границу. Потому что это прекрасно путешествовать. Я обожаю поездки за границу. Там другие люди, другая культура, другая атмосфера. Все это, с одной стороны, расслабляет очень сильно. С другой стороны, очень сильно вдохновляет. Потому что, ну, посмотреть мир, что может быть лучше вообще, чем наблюдать за другими людьми, за другой культурой. Здорово. Вот такой маленький стоп трех стран, где Родневенске нравится думать. Ну, что, какую страну я могу называть. Я не могу выделить, наверное, три такие самые любимые, которые меня вот так вот, прямо туда влечет. Вот. Меня очень сильно поразила Германия. Очень сильно. Вот, кстати. На фоне других стран, пожалуй, наверное, сейчас пока что занимает первое место. Своим порядком, с удивительной, своей красотой вообще. Ну, это единственная страна, после которой у меня была легкая депрессия. Правда, обычно я как-то с радостью возвращаюсь в Украину. Потому что я очень люблю Киев, люблю Украину. Считаю, что здесь мой дом родной. Но Германия меня, да, сильно очень зацепила. Очень мне понравилась Португалия. Ну, она мне понравилась просто своими историческими моментами. То есть невероятные замки, невероятной совершенно красоты природы. Все утопает просто в зелени, в каких-то красивенных цветах. Рядом океан. Все это, конечно, очень сказочное. Вот. Но хочу сказать, что в топе моих любимых стран. Есть страна, которую я очень люблю, в которой ни разу не бываю. Это, конечно же, Англия и Лондон. Увы, да, это просто фантастика. Страна, о которой я мечтаю каждый день. Потому что это мека-музыки мировой. Потому что именно англичане задают тон вообще мировому музыкальному шум-бизнесу. И я там ни разу не была. Ну, вот, надеюсь, исправить. Спасибо большое за ответ. Вопрос от Агнии. Как называют вас по имени в семье и друзья? Ольга или Алена? Ой, я такой вообще многолиткий на самом деле. Шесть. Как меня только не называют вообще. У меня очень огромное количество прозвищ. Прозвищ, признаюсь вам честно. Ну, основные такие люди, самые близкие. То есть, вы знаете, музыканты, моя группа. Вот. Друзья называют меня артистом. И, кстати, самые-самые такие близкие фэны. Вот, в том числе Марта, если ты меня сейчас видишь, тебе большой привет. Она знает, что я артист. И даже уже фэны начали называть меня артистом. Вот. Мама, конечно, называет меня там удоцит, дочурка. Ласкательный, уменьшительный. Есть у меня еще прозвище Маркида, тоже меня называют периодически. Ну, и еще ряд прозвища, которых я, пожалуй, умолчу, потому что это слишком интимные вещи. Спасибо большое. Спрашивает Елизавета Владимировна. День добрый, Алена. Планируете ли вы запускать свою линию одежды? И что осталось с линией перчаток, которую вы запускали? Спасибо за вопрос. Линия перчаток. Ну, вот, это был такой эксперимент, такая отдушина. Потому что я люблю аксессуары, особенно люблю перчатки. И вот у меня был такой опыт в жизни. Но это не была заявка на то, что я буду дизайнером перчаток или одежды. И свою линию одежды пока что не собираюсь запускать, потому что я не чувствую этого. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Я пишу песни. Может быть, может быть, когда-нибудь это будут какие-то аксессуары. Потому что, ну, можно использовать, конечно, своё имя. Но все же будут прекрасно понимать, что это не мои разработки, а разработки профессионалов. Потому что, чтобы быть дизайнером, это профессионал. Человек, который учился на этой, который в этом понимал. Я понимаю в написании песен, я артист, я выхожу на сцену. Так что пока что не планирую. Спасибо. Спрашивает. Ну, где уже страшный вопрос. У нас все хорошие ваши фанаты и страшных вопросов. Я всё жду, когда начнётся. Подозрительные вопросы. Вот ещё я, Сима, спрашиваю. Можно ли узнать ваших любимых зарубежных исполнителей? Это целый список зарубежных исполнителей, которые в определённые годы менялись. Могу сказать так, чтобы вкратце было понятно. Конечно, воспитывалась на рок-музыке, которая уже сейчас стала классической. То есть это там «Gods and Roses», «Metallica», «Nirvana». То есть вся эта классика, которая когда-то была, это все были моим миром. Потом всё немножко начало меняться. Но это не значит, что я не люблю рок-музыку. До сих пор люблю рок-музыку. И группа «Audio Slave» до сих пор является одной из моих самых любимых. И, кстати, «Gods and Roses» в том числе. Это одна из моих любимейших групп, которую периодически слушаю. Обожаю «Дзеплин», безусловно, как же без этого. Но чего я только в своей жизни не слушала, в общем-то. И слушала и хип-хоп, и рэп, и Тупака Шакура слушала, и Нотариуса слушала, и Фюджи слушала. Лорен Хилл, кстати, как соло-исполнительница, тоже одна из моих любимых исполнительниц. И Мани Коппола, если кто знает, тоже просто великолепна. Целый-целый список. Я меломан, у меня много. Я вообще ещё любитель собирания дисков. То есть то, что сейчас молодёжь уже не любит. То есть все скачивают, куда-то записывают на диски. Я до сих пор остаюсь большим фанатом настоящих дисков фирменных, где просто ты открываешь этот диск, берёшь вкладыш и понимаешь, что в это артисты вложили свою душу. Потому что они отобрали лично фотографии, которые там находятся. То есть там записаны тексты. Ну то есть в этом чувствуется душа непосредственно коллектива. Я до сих пор как бы являюсь феном вот таких вот старомодных штучек. Ну и из последнего могу вам порекомендовать обязательно послушать. Это последняя находка, которая тоже греет мне душу. Это Джин Уингмур есть такая замечательная певица. Если вам нравилась Эми Вайнхаус, покойная, то это очень близкая к ней музыка. Такая австралийская певица совершенно классная, потрясающая. Огромное спасибо. Тут ещё вопросы от Асимы. Какие жанры литературы вы предпочитаете? О, литература это отдельный тоже разговор. Отдельный, большой класс, который есть вашим поклонникам. Большой класс, да, безусловно. Поскольку я ещё человек очень читающий, много читающий, я бы сказал, что я болезненно читающий человек. Потому что я читаю всё, что где-либо написано. Уже до такой степени я привыкла читать, что находясь там в аэропорту, я читаю всё, что есть. Я читаю газеты, какие-то объявления. То есть это уже на уровне психического отклонения. Могу сказать так, что всё читаю понемногу, и что касается жанров, и тоже в зависимости от времени. У меня как-то произошло так, что в раннем возрасте я читала серьёзную литературу. То есть то, что положено читать было взрослым людям, наверное, благодаря моему папе я читала просто такие очень серьёзные вещи. То есть меня интересовали. Потом, чуть постарше, меня привлекло фэнтези, то есть благодаря Толкину. Хотя мне долгое время, когда я была помоложе, рекомендовали почитать фэнтези Толкина. Нет, я сказала, что я буду читать строго Фиджерлида. И ремарка, сами понимаете. То есть ремарка, читать в 15 лет, это достаточно сложно. Сейчас я читаю специализированную литературу. У меня сейчас несколько лет такого периода, когда мне не хватает информации, какой-то прикладной информации, которую я могу использовать. То есть художественная литература уже будет достаточно мне. Периодически что-то мне подбрасывает мой супруг, потому что он тоже читает очень много. Я периодически переключаюсь на какую-то литературу, типа Роберт Желязный сейчас. Но это 80-е годы, если вы знаете. Такой замечательный писатель фэнтези. Периодически читаю Желязный, а потом возвращаюсь опять к какой-нибудь психологии или к эзотерике. Ну, просто вот не хватает чего-то такого в жизни. Так что читаю разное, как вы видите. И вам рекомендую читать. Читайте. Читайте просто книги, покупайте или скачивайте, читайте. Потому что много, очень много, много чего интересного. Ну, я не знаю. Сейчас, наверное, я улежу как сумасшедшая. Почитайте. Сижу и рекомендую читать. Читайте или смотрите фильмы. А вот ты, как будто, Сима, предполагала, как вы относитесь к эзотерике, метафизике, психологии? Я могу сказать, что мне это интересно. Вы читаете? Да, читаю. Я не буду называть авторов только по одной причине, что я просто не хочу, чтобы... Ну, я не хочу, чтобы... Пока что на данном этапе, чтобы кто-то знал, что именно я читаю. Потому что поэт... Ну, не хочу, честно. Пока не хочу. Ну, если вот затронули тему художественных фильмов. Смотрите, что последнее смотрели, что очень понравилось, что можете посоветовать своим поклонникам необычно, не интересовавшись собой. Смотрю. Иногда смотрю всякую ерунду. Вот просто смотрю все подряд. Как я это делаю? Я просто заложу в интернет и пишу там фильмы 2013. И вот мне, значит, вываливают все то, что было снято в 2013 году. И вот я недавно отсмотрела 2013 год. Все топовые фильмы. Вот топовые-топовые голливудские фильмы. Просто для разгрузки мозга. То есть это такие одноразовые фильмы. На самом деле я один раз посмотрел, забыл. И очень люблю сериал. Очень люблю сериал. Больная тема сериалов. Да, я думаю, что я не одинока в этом. Сериалы мания. Сериалы мания, потому что сейчас сериалы не уступают полнометражным художественным фильмам. А многие из сериалов просто превосходят их. И по своим задумкам, вообще по идеям, и, конечно же, по финансовым вложениям. И поэтому могу советовать вам смотреть. Ну, что я могу посоветовать? Ну, один из моих любимейших вообще сериалов, я считаю, что равных ему просто нет, это Mighty Bush, Bush всемогущий. Это английский сериал. Это для людей, если вы считаете себя немного сумасшедшим, если вы считаете, что вы понимаете такой юмор, то смотрите, вы будете неразочарованы. Вообще очень люблю английские сериалы. И туда же по стопам этого же режиссера просто можете залезть в интернет, посмотреть, что снял еще этот режиссер. И можно смотреть его все сериалы. Из таких наиболее знаковых, которые сейчас все там смотрят, это, конечно, Breaking Bad, Во все тяжкие. Я думаю, что уже все посмотрели. Но этот сериал... Сериал закончился? Ну, да, это, конечно, гениально. То есть никто не спорит. Смотрю «Теорию большого взрыва», хотя он многим не нравится, но я смотрю, потому что мне нравится, честно говоря. Да, американский, немножко туповато все сделано, клишовано, но тем не менее интересно, здорово. Что я еще могу посоветовать? Сейчас не вспомню даже, потому что столько сериалов. Вообще я сейчас вам скажу вообще страшную вещь. Один из моих самых любимых сериалов – это «Звездный путь», «Стартрек». Чтобы вы понимали, он у меня есть весь, начиная с 64-го года. Да, ребята, сейчас так не снимают. «Звездный путь и галактика». Ну, у меня есть все фильмы. То есть у меня все, что связано со «Стартреком», все, потому что мне очень нравится. Все, что снимается на космическую, фантастическую тему, я очень это все люблю. А вот из фильмов, что последнего вам впечатлило, что понравилось? Это не последний его фильм, но что? Ну, что меня из фильмов действительно так вот впечатлило, это вот «Альмадовар», я очень возбужден, это последний. Но это, соответственно, и «Альмадовар», то есть что еще от него можно было ожидать, кроме что-то гениальное. Это то, что меня действительно впечатлило. Я смотрела с открытым ртом, и это было здорово. Кстати, вот из голливудских таких вот фильмов, это, конечно... Господи, как же называется? Не, Гэтсби, кстати, хороший, но не так, чтобы... Так, чтобы очень это ублюдки, как же... Бесславные ублюдки, да, пожалуй. Ну, может быть, я, да, я, наверное, не большой, там, скажем, знаток и небольшой киноман. Вот у меня есть друзья, которые просто, они знают про кино все, про альтернативное кино, вот. Вот, а я как-то больше... Больше потеряла. Больше потеряла. Спасибо за ответ. И вот у нас, наверное, сегодня последний вопрос от Марины. Вы с Сергеем прекрасная пара. Любовь у вас осталась с ним после столь... Вы с Сергеем прекрасная пара. Любовь у вас осталась с ним после стольких лет брака. Или же это уже уважение и привычка? Это и уважение, и привычка, безусловно, и уважение. Вот, но все равно, как бы там ни было, если ты к человеку не испытываешь никаких чувств, то, ну, тяжело было бы нам оставаться вместе. Вот, конечно, в наших отношениях уже нет такой романтики или, ну, как это бывает в начале отношений, вот, но, тем не менее, что-то нас еще как-то держит. Что-то держит. Что-то держит. Ну, и, как говорится, на останок пожелания для читателей, для поклонников, для ваших. Я хочу всех поблагодарить, что вы нашли время на вопросы, нашли время поинтересоваться в очередной раз мной и моим творчеством. Огромное вам спасибо, потому что еще раз повторяю, что практически все, что я делаю, все, что я делаю творческое в своей жизни, это все делается для вас, для людей, которым это интересно, которым это нужно. Поэтому огромное спасибо. Я всем желаю бодрости духа, хорошего настроения, вот, всегда идти в ногу со временем, вот, интересоваться какими-то новинками, слушать хорошую модную музыку, и не только модную, но и хорошую старую музыку. И, в общем, находиться на позитиве. Как бы там ни было, все, ребята, у нас хорошо, жизнь прекрасна. Спасибо. Спасибо.